Екатерина Гусева устроилась на должность инженера незадолго до открытия первых четырех станций Самарского метрополитена, немногим более 35 лет назад. Столько же в этом году исполнится и самому метрополитену. Самым запоминающимся событием за это время для женщины стал пробный пуск габаритной рамы, которая устраняла помехи для движения пассажирского поезда. Приурочен он был к 70-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в 1987 году. Мы вышли в ночь, проходила габаритная рама, было много строителей и нас встречали практически как первый поезд. То есть электропоезд, да, но он был потом, а мы были первыми и нас строители встречали, практически аплодировали, что вот он первый, хотя он был, конечно, хозяйственным. Акт Государственной комиссии о приеме в эксплуатацию первого участка Куйбышевского метрополитена был подписан 25 декабря 1987 года. Эта дата стала днем рождения Самарской подземки. Тогда в состав участка входили четыре станции – Юнгородок, Кировская, Безымянка, Победа. В этот же день на станцию Победы прибыл первый поезд с участниками строительства, где на перроне состоялся торжественный митинг и был вручен символический ключ первому начальнику Куйбышевского метрополитена Игорю Корнауху. А с 26 декабря началось регулярное пассажирское движение. Протяженность пути была 4,5 километра. За первые пять дней работы метрополитена было перевезено более 800 тысяч пассажиров. Чтобы нам сейчас перевезти, это надо более 10 дней в определенной степени работать. Сегодня Самарский метрополитен состоит из 10 станций. Общая протяженность пути составляет 11,6 километра. В 2022 году пассажиропоток возрос. Подземкой уже воспользовались 11 миллионов 255 тысяч пассажиров. Дирекция муниципального предприятия отмечает, что чуть меньше половины пассажиров пользуются льготами при оплате проезда. Несмотря на это, все перевозки выполняются. График движения поездов строго соблюдается. От станции Юнгородок до Алабинска электропоезд идет 22 минуты. Очень комфортно, очень удобно. Ждем не дождемся, когда дальше построят. Да, так что очень удобно. Всегда зашел, всегда сел. Это не автобус и не трамвай. Так что очень хорошо. Теперь на Волгу ездим, на пляж. Скоро жители и гости Самары смогут доехать на метро и в исторический центр города. В областной столице ударными темпами строится станция театральная. Все процессы, связанные с ее возведением, находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизировать временные неудобства для горожан. В дальнейшем они компенсируются многочисленными преимуществами. Когда завершится строительство первой ветки Самарского метро и будет введена в эксплуатацию театральная. Новые станции свяжут с центром удаленные районы города. Прежде всего, Безымянку и Юнгородок. Все-таки территории развиваются, Безымянки, да, и ведь принятие решения о строительстве станции театрально, оно было связано с комплексным развитием территории Безымянки, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей, которые живут на Безымянке, в центральную часть города. И все те пассажиры, которые вот маршрут автобусный ходят, 34-й, 41-й, да, я считаю, что все, они просто-напросто перейдут на метрополитен, потому что он станет более привлекательный, комфортабельный и намного быстрее можно будет добраться до центра города. Весь путь в подземке будет занимать порядка 25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Для этого Самарский метрополитен при необходимости планирует увеличить количество подвижного состава на линии. В парке электродепо Кировское проходит постепенная подготовка. В настоящее время имеется 50 вагонов. Из них 4 – это закупленный новый состав, пришедший на службу в 2020 году. Кроме того, с 2019 года капитально отремонтировано 22 вагона. В том числе 5 вагонов прошли капремонт в этом году и обрели красивый волжский дизайн. Все это повышает не только комфорт пассажиров, но и безопасность перевозок. В преддверии празднования 35-летия Самарского метрополитена 16 декабря обновленные вагоны отправились на линию. В рейсах проводили первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин и начальник электродепо Кировское Дмитрий Андреев. Всегда перед Новым годом люди ждут каких-то подарков. Но это один из подарков – это капитально отремонтированные вагоны метро. Возможность обновить парк обеспечила реализация государственной программы развития транспортной системы Самарской области. В следующем году предприятие планирует привести в порядок еще 10 вагонов, а в 2024 – 12. Таким образом, к открытию театральной почти весь подвижной состав будет обновленным. Для повышения безопасности и улучшения качества обслуживания выполнен большой объем и других ремонтных работ, закуплено сертифицированное оборудование. Это обеспечит новый уровень перевозок пассажиров, ради которых на Самарском метрополитене трудится более тысячи человек. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.